Новый ковид-госпиталь в Стерлитамаке будет вмещать 70 изолированных боксов для 300 пациентов. С проектом строительства медицинского центра накануне ознакомился Радий Хабиров. Возведение госпиталя займет около трех месяцев. Его площадь составит 14 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрена реанимация, а также родильное и детское отделение, хирургический блок, лаборатория, томография. На территории госпиталя будет работать вертолетная площадка. Архитекторы учли замечания, которые возникли в ходе эксплуатации аналогичного госпиталя в Зубово. И таким образом расширили коридоры, сделали более просторными комнаты для персонала. В то же время геологические исследования показали, что при строительстве можно отказаться от свайного поля, что позволит сэкономить средства и значительно ускорить ход работы. Конструкционно мы за эти сутки, которые зашли на площадку, сделали полностью геологическое исследование. Сегодня в ночь приготовим отчет и постараемся уйти от свайного поля, чем сократим скорость работы. И конструкционно еще предусмотрена здесь вертолетная площадка на этом участке, потому что санавиацию попросил город Срель-Тамак и Минздрав, чтобы имелась возможность посадки. Потому что здесь очень хорошее расположение, можно доехать практически до любой больницы. По последним данным Минздрава, Стрель-Тамак является третьим городом в республике после Уфы и Нефтекамска по уровню заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Новый центр будет многофункциональным и по окончании пандемии его можно будет перепрофилировать. Показание conspirстроена.